мое почтение дамы и господа с вами костярин сегодня у нас на обзорчике недолет вот смог acro kit в цвете sun pink у меня устройство своем прошлом видео я распаковал их посылочки пришли с алиэкспресса вместе с втром ушечкой и новый 4 до нее тянутся далеко в общем и так как я распаковал это устройство первым и обзорчик на него сделаем первым делом давайте не будем тянуть как обычно перейдем сразу коробочки наше устройство коробочка у нас очень тоненькая такая даже не скажу что там подик чуть помялась конечно но это не критично что у нас здесь на лицевой части бутон air switch то есть контроль есть регулировки обдува получается а есть авто тяга и можно запускать кнопочки регулировка мощности 5-25 ватт и также два у нас идет картриджа в комплекте и тысячи батареи это неплохо для такого рода устройства давайте сразу распакуем его где-то вот был язычок что-то его запихнул вот есть и зачетчик у нас такой потянем это нам уже не нужно и собственно само устройство нас встречает лицевой сторонкой давайте возьмем его в ручки и осмотрим внешне и знаете я ожидал от устройства что-то такого поболее потому что видите у нас полностью рама пластиковая здесь все пластиковые также внутри все пластик и вот эти две вставочки металлические вообще смотрится ну не очень лаконично я бы сказал потому что даже учитывая что это металл вот здесь вот видите чуть-чуть надавливаем все прогибается и выглядит не очень честно говоря здесь очень тонкий металл это вообще наверно какая-то фольга сделали специально чтобы красиво выглядел потому что такое напыление здесь необычное и ну не очень честно говоря ребятки но на вкус и цвет как говорится фломастеры разные давайте перейдем к технической части элементы корпуса здесь мы видим сразу кнопочка что она у нас делает она запускает запускает наше устройство чтобы мы могли парить также через кнопку можно активировать она выступает в роли фаера сбоку у нас есть дисплейчик на нем завода уже есть пленочка также две кнопочки для регулировки мощности нашего устройства то есть это удобно не надо одной кнопочкой давить а так регулируешь сколько тебе нужно на дисплее изображена сопротивление испарительного элемента сейчас показывает 00 показывает но парит она все показала 085 хотя заявлено 08 но это погрешность она не критично количество затягов показывает и время последнего затяга то есть то время который вы парили сделан был последний затяг сколько секунд миллисекунд и также ёмку но остаточная остаточный заряд на батарейке так спаритель опять же сторону картридж точнее снизу нас расположен разъем для зарядки тайп си но надеюсь концу 2021 может забыли что такое микро юсб и к этому вопросу подниматься не будем а с другой грани у нас абсолютно пусто матовый такой пластик которыми опять же не нравится здесь у нас есть надпись акра и укс а не знаю что это значит и сертификация различная написано что батарея 1000 миллиампер часов еще раз а сверху расположен расположена регулировочка обдув чека вот так вот она регулируется у нас также наверху все по классике два магнитика 2 к 2 контактной площадочки и также датчик к тяги по середочке давайте перейдем непосредственно картриджу у нас комплекте два картриджа абсолютно на они у нас идентичные на 08 работают на сеточки у нас заправка картриджи осуществляется удобным образом вот такой вот отверстие она достаточно большое чтобы носик тех же хас очек у нас пролез очень хорошо все отлично тем не менее я хочу поругать эти картриджи с одной стороны картридж это очень круто потому что на тех же испарителях сменных у нас вот этот вот картридж быстренько зацарапывается видите уже царапаны весь и получается вы испаритель меняете а картридж у вас остается и соответственно он быстро изнашивается а потом его фиг найдешь но у этих картриджи есть одна проблема посмотрите насколько они тонкие то есть возьмем в упуски и вот этот вот также у нас внутри такой немаленький испарительный элемент в общем по шире по ширине он практически занимает весь картридж и тем самым жижка смотрите 50 на 50 очень тяжело проходит это когда чуть-чуть уже жижа она нормально проходит а когда полный он очень тяжело переливается то есть через низ не переливается и у нас здесь образуется прям возле жижепропитывающего колечка такой воздушный как бы парашютик что плохо способствует пропитки нашего испарителя то есть я установил картридж где-то минут подождал попарил 1 ну вкус такой неплохой попарил 2 ну нормально 3 и 4 и я такой словил неприятный вкус и только потом понял то что испаритель очень плохо пропитывается так что если вы собираетесь брать это устройство имейте ввиду что между затяжками придется сделать большую такую паузу и также мы видим что здесь шахта очень маленькая то есть вот даже вот так вот видно и я не знаю для чего нужно вот этот регулирующая обдув устройство если вам даже на максимальном обдуве не будет хватать обдува и также вариват здесь тоже не нужен ведь если вы будете выставлять максимальную мощность вас просто будет гореть все на свете то есть 14 15 вольт ватт для этого устройства самый раз и своих денежек это устройство честно говоря не стоит ведь но я его заказал на алиэкспресс отдал за него что-то порядка 1600 1700 рублей и также на 200 рублей дешевле я взял в мэйд в эту ру и если сравнить вот эти два устройства даже отдельное видео не надо записывать сейчас поставлю картридж чтобы нормально даже не надо записывать видео чтобы понять что вот это устройство намного лучше а это устройство явно я скажу за свои деньги можно сказать худше ведь есть регулировка да неплохо для чего эта регулировка нужно если картридж который комплекте также отдельно продающиеся картриджи на него не соответствует заявленной максимальной мощности и как бы износа стойкости этих картриджей просто под вопросом если про после четырех пяти тяг у меня уже пошел чуть гарик и само устройство выглядит некрасиво если честно ребята так что обзор получился такой наверно краткий но при этом информативный подписывайтесь на канал и если интересно это устройство оставлю ссылки посмотрите но честно говоря не советую также подпишитесь на мой вк там я выкладываю ссылки интересные ну в общем много всего интересного ребятки следующий у нас будет обзор на вы мэйд потом на новую четвертую а может его мэйд сравним с в этой ружкой вот точнее обзор будет на в эту ружку сравниваем мы своими тиком как вам такой сучка давайте ребята всем удачи